Банковский план победы над COVID-19 на 5 лет. Анатолия Вассерманна РЕН-ТВ за 22 декабря 2020 года. Финансисты должны иной раз принимать решения за считанные секунды, но планировать на годы вперед. 2 апреля опубликован проект документа Всемирного банка, программа стратегической готовности и ответственности по коронавирусу. Только на днях журналисты обратили внимание, что рассчитан проект на целых 5 лет. До 31 марта 2025 года. Открытым текстом предполагаю, дело вовсе не в том, что сам коронавирус искусственно создан, или опасность публично преуменьшили, чтобы пандемия разгулялась пошире и причинила ущерб побольше. Если бы так, то справиться с заговорщиками было бы несложно. Увы, все обстоит куда хуже. Банковские аналитики оценивают не столько проблемы болезней, сколько состояние хозяйств. Примерно в те же дни я открытым текстом предсказывал. От последствий карантина умрет куда больше народу, чем от последствий самой пандемии. Это понятно, не значит, что карантин не надо вводить. Если бы не он, больных было бы во много раз больше, чем сейчас, а умерших и подавно. Ведь только сейчас, через год после начала пандемии, мы разобрались в механизме разрушительного действия вируса достаточно, чтобы выработать приемлемо эффективный порядок лечения его последствий. Но Всемирному банку важны не отдельные жизни, а мировая экономика в целом, причем он рассчитывает на худший случай. Полный протокол разработки вакцины со всеми ее испытаниями никак не меньше полугода. Первые из них уже пошли в массовое применение, хотя еще пару лет исследователи будут опасаться теоретически возможных побочных эффектов. При нынешней мощности производства вакцин, нужный для снятия всех карантинов уровень иммунитета у трех человек из четырех во всем мире, будет достигнут еще через пару лет. Хотя внутри ключевых для мирового производства стран карантин можно будет отменять уже ближайшим летом. Но еще 2-3 года понадобится для восстановления всех технологических цепочек, разорванных карантином или создания новых взамен. Вот вам и срок для банковского плана. Анатолий Вассерман Банковский план победы над COVID-19 на 5 лет.